Весна уже совсем близко, снег начинает стремительно таять. Это значит, что уже совсем скоро на улицу города выйдут велосипеды, моноколеса, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Прокатиться с ветерком смогут даже те, кто экологичным транспортом обзавестись не успел. С 1 апреля в нашем городе планируют открыть прокат электросамокатов. Сейчас администрация проводит опрос населения на тему, где именно разместить места для парковок. Нужен ли в нашем городе прокат электросамокатов? Будет он пользоваться популярностью? Конечно, нужен. Наверное, будет, потому что это вроде модно. Много вроде людей катается просто по городу. Ну, я считаю, электросамокаты это на самом деле очень нужная вещь в нашем городе, потому что, допустим, из старого района в Новый добираться будет проще некоторым людям. Я думаю, нет. А почему? Ну, у нас город маленький, можно на велосипеде или пешком. В реализации таких идей они опоздали, так как все, кто хотел кататься на электросамокатах, давно их приобрели. А вот вся эта прокатная история, она была какое-то время актуальна в западных странах, но сейчас уже такой популярностью там не пользуется, насколько мне известно. Читаю, нет. И так обстановка какая-то у нас неблагонадежная. А это еще будет больше всяких аварий. Так что я против. Где лучше их располагать? Наверное, около торговых центров, где больше всего людей все-таки. В самых проходных местах, где люди ходят, где можно без особых усилий добраться до самоката, больше идей не возникает. Я вообще не местный. Я был в больших городах, там в основном в таких парках, либо вот в Нижнем, например, на Покровке. В марте электросамокаты приравняли к средствам индивидуальной мобильности. Максимальная скорость движения на нем при весе до 35 килограммов составляет не более 25 километров в час. Кататься на электросамокатах теперь официально можно по тротуарам, пешеходным зонам и велодорожкам. Вопросом создания в городе комфортной и удобной велодорожной сети занялась Городская дума, помогая депутатам молодежная палата. Активисты уже встретились с представителями велодвижения в нашем городе и провели опрос среди населения. Больше всего замечание было по отсутствию плавных съездов, тротуаров и пересечениях с проезжей частью. Но на первом заседании по развитию велодвижения представитель ДКХ говорил о том, что они реагируют на подобные замечания и сглаживают съезды по просьбе горожан. Так что если у кого-то есть предложение, где бы можно было такой съезд переделать, то можно обратиться в ДКХ. Ещё одна проблема, волнующая любителей средств индивидуальной мобильности – отсутствие парковок. Особенно остро это ощущается в летний период у площадок ядерного центра. Молодежная палата занялась этим вопросом. Нас заинтересовал момент в том, что не хватает парковок рядом с проходными, площадки основная. И уже обратились к руководству в НЕФ с просьбой увеличить их количество. Вот в данный момент этот вопрос мы прорабатываем. Я думаю, что к началу сезона мы сможем увеличить в два раза количество парковочных мест. Оставить своё мнение о том, где лучше разместить парковки, прокаты электросамокатов, можно в группе администрации ВКонтакте. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24.